МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Указы президента выполнить. Губернатор провел заседание межведомственной комиссии по мониторингу реализации майских указов. С ценами не грубить. Департамент потреб рынка мониторит стоимость мяса как одного из социально значимых продуктов. По результатам каждого месяца проводится детальный анализ по каждой группе товаров. И если скачок превышает 5, не дай бог, 10%, конечно, это является поводом для того, чтобы более детально разобраться в формировании цены, СВОЕ ДЕЛО Молодые предприниматели показали, чего добились в год донского бизнеса. Сейчас мы делаем такие декоративные елки из таких заготовочек. То есть это их три. Поисковый сезон закрыт. Завершением стал слет отрядов. Я остался на этой войне. Пусть мой крик в жарком аре вестыло. Поднимите же нас из земли. Кроме вас нас никто не поднимет. Указы президента должны быть выполнены в срок, несмотря ни на какие проблемы. Василий Голубев потребовал этого сегодня от областного правительства. Хотя мониторинг исполнения майских указов показал, по важнейшим экономическим критериям плановые показатели у нас перевыполняются. Объем валового регионального продукта превышен почти на 15 миллиардов рублей. Производительность труда больше запланированной на полтора процента. Инвестиции в основной капитал на три. Также лучше, чем намечалось, дела со строительством жилья эконом-класса и кадрами в сельских больницах. Гувернатор поручил главам городов и районов усилить работу с малым и средним бизнесом. Задача довести годовой прирост числа предпринимателей до 7,3%. К праздникам растет не только настроение. Вместе со спросом на продукты повышаются цены. Дорожают мясо, крупы, сахар, овощи и фрукты. Но департамент потребительского рынка еженедельно мониторит ценники и пытается не дать предпринимателям заработать на новогодней эйфории покупателей лишнего. Где директор рынка? Дайте нам его. Мы из него, конечно, мясной ряд делать не будем. Но поинтересуемся, насколько в среднем подорожает мясо к Новому году. Например, говядина на центральном рынке стоит от 240 до 400 рублей. Но на ближайшие две недели частники обещают 100 рублевый скачок на самой популярной части – мякоть и голяшку. Мы не можем как бы дешевле, дороже. Как все торгуют, так и мы. Нет, конечно, если пенсионер подходит, просит, он все равно уступает. Все равно это как бы не одним днем живешь. Своим постоянным клиентам скидки есть. В плане спроса и предложения торговцы законопослушны. Государство цены не регулирует, а контролирует лишь группу социально значимых продуктов. А их в списке 24 – мясо, овощи, фрукты, сахар и крупы. Вот их подорожание более чем на 30% может стать поводом для госрегулирования. В начале прошлого года региональное правительство установило свои цены выскочки. Не больше 10% на те же самые необходимые продукты. Цены областной департамент потребительского рынка мониторит еженедельно. Так что подорожание ряда товаров незначительное – не больше половины процента. По результатам каждого месяца проводится детальный анализ по каждой группе товаров. И если скачок там превышает 5, не дай бог 10%, конечно, это является поводом для того, чтобы более детально разобраться в формировании цены. В большей степени, как мы наблюдаем эту ситуацию, связано с ростом тарифов на услуги ЖПХ. Проверяют не только рынки, но и ярмарки, торговые точки, сетевые магазины. Проблем на ситуации департамент и антимонопольная служба обычно решают диалогом с производителями и поставщиками. Но если дело доходит до картельного сговора торговцев, то тут не избежать штрафа. Юлия Сурикова, Тагир Фатахов, Натану. Своё дело самое время было начать в уходящем 2016-м. Ведь этот был год донского бизнеса. Многие молодые предприниматели так и сделали, и показали результаты на итоговом форуме. Он так и называется «своё дело». И наше дело о нём рассказать. Сейчас мы делаем такие декоративные ёлки из таких заготовочек. То есть, их три. Немного колдовства над станком, пара гвоздей и праздничное украшение готово. Инженерный центр «Фабрика» проводит мастер-классы для ростовчан. Приучает их любить натуральные материалы, а заодно и находит новые формы досуга. За одной маленькой деревянной елью стоят огромные возможности. Центр создали, чтобы предприниматели-производственники могли работать с деревом, не покупая дорогого оборудования. В аренду сдаются 13 мастерских со станками. Ставка минимальная – 50-100 рублей в час. Разница в затратах колоссальная. Для собственного бизнеса до фабрики человеку нужно потратить около полумиллиона рублей на инфраструктуру, оборудование и материалы. С фабрикой это стоит порядка 20-30 тысяч рублей в месяц. На форуме фабрика как белая ворона. Всё-таки многие предпочитают производству досуговый бизнес. Здесь модные барбершопы, вела доставки, магазины игрушек. Чиновники с улыбкой говорят, заниматься нужно тем, к чему душа лежит. Но сами-то надеются на другое. Хотелось бы, чтобы развелось это производство, это робототехника, это то, что именно может толкнуть экономику в целом, то, что может крупные предприятия производственные вырастить. Я думаю, получше, чем Цукерберг и Джобси появятся. Форум «Свое дело» – своеобразное завершение года донского бизнеса. Год подходит к концу, ноль год для предпринимателей это не касается. В бюджет уже заложили расходы на поддержку бизнеса, в том числе кредиты на свое дело. Сейчас, например, можно получить микрозайм до 3 миллионов рублей на 3 года под 10% годовых. У нас одним из первых в России для начинающих предпринимателей, но в основном это категория 90% – это молодые люди до 35 лет. Есть освобождение от различных налогов для открытия нового бизнеса для молодых предпринимателей. Как еще упростить жизнь бизнесу, обсудил на форуме Совет по предпринимательству. Речь коснулась территории опережающего развития города Гуково. Предприниматели, готовые развивать там бизнес, получат весомую поддержку. Уже найдены три фирмы, которые дадут не только новые товары, но и рабочие места. Юлия Карасюк, Станислав Фоменко, Надану. Бизнес должен еще плотнее взаимодействовать с многофункциональными центрами. Этот и другие вопросы обсудила Ассоциация выпускников президентской программы подготовки управленческих кадров. Донские руководители обучаются по этой программе уже 19 лет. За это время квалификацию повысили около 2000 человек. Поступить не так-то просто. Руководитель предприятия должен сдать экзамены тестирования. И уже потом будет учиться год экономике и менеджменту. Мы в президентскую программу поступили вместе с моей женой. И я могу с гордостью сказать, что у меня дома растет живой календарь, поскольку она ходила на занятия беременными. Ассоциация собирается ежегодно. Решают экономические задачи. Каждый, кто сейчас в зале, добился успеха в своей сфере. Как подсчитал Минэкономразвитие, на каждый рубль, вложенный в данную президентскую программу, государство получает 18 рублей. Достаточно большое количество членов выпускников ассоциации сегодня выступают важнейшим кадром резервом. Не только для бизнеса, но и для органов власти, для органов исполнительной власти, для органов местного самоуправления. У нас большое число выпускников является руководителями муниципалитетов сегодня. Обучение по президентской программе прошли глава АЗОВа, Донской омбудсмен по защите прав предпринимателей и многие заместители мэров. По словам выпускников, программа дает практический опыт, который подталкивает к дальнейшему развитию. Закрытие сезона раскопок поисковые отряды отметили итоговым слетом, где наградили самых удачливых на находке. Некоторые отряды за годы работы накопили материал на собственные экспозиции. Я остался на этой войне. Пусть мой крик в жаркомаре стынет. Поднимите же нас из земли. Кроме вас нас никто не поднимет. И поисковики поднимают буквально по крупицам, по истершимся буквам, собирая историю погибших солдат. Восстанавливает ход боя и трагическую судьбу его участников. Так в августе по солдатскому медальону определили имя Иван Гречишкин и нашли его родственников. В 43-м молодой боец кубанского казачьего корпуса вместе с товарищами замыкал в кольцо немецкую пехотную дивизию на Миурском рубеже. Но артобстрел операцию прервал и почти полностью положил полк, в котором служили отец и сын, официально пропавшие без вести. А ведь многие медальоны в бой не брали, считали плохой приметой. Возьмешь – точно убьют. Когда жена умирала, она сразу сделала рядом могилы и мужу, и сыну. Поэтому будет он захоронен на гражданском кладбище рядом с матерью. Как бы получается, что она знала, что он когда-либо вернется к себе домой. Раскопки продолжаются. Так что еще могут найти и отца Ивана Гречишкина. В поле битвы далеко не весь фронт работ поисковика. Перед раскопками ведутся многочасовые архивные исследования, встречи с историками и краеведами. Нужно знать, что и где копать. По инициативе поисковых отрядов создан сайт «Электронная книга памяти Ростовской области». Там мы добавили раздел и памятники Победы, которые есть на территории региона, и воспоминания ветеранов, именно раздел и поисковой деятельности. И в этом году по инициативе ветеранов мы добавили раздел «Улицы Победы», чтобы наша молодежь знала, в честь кого названа улица, какие подвиги этот человек совершил. Официально это юбилейная 10-я встреча донских поисковиков. И, конечно, далеко не последняя. Пока не будет похоронен последний солдат, эти люди не успокоятся. Галина Горлова, Олеся Слынько, Юрий Санкин. На Дону. В Ростове задержали серийную мошенницу. Женщина обещала помочь с поступлением в донские вузы за деньги. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции номер 7 задержали 44-летнюю жительницу Ростовской области, которая подозревается в совершении мошенничества. Полиция проверяет Елену Скибину на причастность к другим аналогичным преступлениям. Пострадавших от действий мошенницы просят обратиться в отдел полиции пролетарского района Ростова или позвонить по телефону на экране. О других событиях области сообщения с мест. Волгодонский многоквартирный дом номер 73 по улице Горького спустя полвека переживает второе рождение. По программе капремонта в прошлом году отремонтировали крышу, а в этом фасад, фундамент, подвал, электрику и коммуникации. Дом обновлен практически полностью, осталось отремонтировать газоснабжение. Объект был сложный, связанный с тем, что половина дома не имела подвалы, ну собственно не имеет. Вот, то есть прокладка сетей и коммуникаций затруднена была только за счет этого. За два года на ремонт потратили 26 миллионов рублей. В многоэтажке установлено новейшее оборудование, которое позволит жильцам заметно сэкономить на коммунальных расходах. Новошахтинский выбирают лучший супермаркет. Цель – повысить качество торгового обслуживания и выяснить, куда же не зарастает покупательская тропа. Тема эта волнует нас еще и в той степени, что мы все прекрасно видим, что идет вытеснение нашего мелкого бизнеса. И в городе активно ведется строительство, и все больше появляется объектов именно крупноформатной, как мы говорим, торговой сети. Но и в связи с этим возникло такое у нас пожелание посмотреть все-таки, а предпочитает ли потребитель, и как он выбирает вообще, в какой гипермаркет ему сегодня пойти. Главные критерии оценки – внешний вид, соблюдение законодательства и санитарных норм, наличие продукции донских производителей, количество жалоб в жалобной книге. Для нашего городишки неплохо, так скажем. Нам не надо ехать в Ростов. Вот это благо. А качество, наверное, везде одинаково по всей России. Цены устраивает, все устраивает. Скидки же бывают. Вот сейчас опять приехали скидки на мороженое все. 50%. Итоги конкурса супермаркетов подведут 15 декабря. Преодоление выставка с таким названием открылась в новочеркасском доме-музее Крылова. Название говорит само за себя. Все работы сделаны людьми с ограниченными возможностями здоровья и безграничным талантом. Такие выставки должны быть. Мы их будем традиционно устраивать. Одна такая выставка ранее уже состоялась, так что начало традиции положено. Дальше мы будем эти выставки проводить именно в рамках декады инвалидов. И уже наш замечательный музей Донского казательства любезно согласился принять нас. И со следующей выставкой в их план мы уже вошли. В экспозиции более 200 работ 36 авторов. Живопись, вышивка, резьба по дереву, фотографии, графика и многое другое. Продлится выставка до конца декабря. Это все новости к этой минуте. Следующий выпуск смотрите в 18 часов 30 минут. В студии был Артем Тарасов. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!